Микс Ньюс. Полдень, кофе, бутерброд. На Болткоме Разворот. Самые важные вопросы дня. Самые актуальные гости. В прямом эфире Радио Болтком. По рабочим дням в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот. Добрый день, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Гость нашей сегодняшней программы председатель правления предприятия Рига Смэжа Айварс Тауриндж. Здравствуйте. Добрый день. Можно нам позвонить 672-12-93-9 и написать в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Традиционный вопрос, уже привычный для последних месяцев. Как ваше предприятие переживает все, что мы переживаем? Пандемию, коронавирус, финансовые сложности, социальные сложности и прочее. Да, конечно, период довольно сложный. Я, мягко выражаясь, особенно если учесть, что не только коронавирус, который глобальный и в Латвии, и в Европе, и в мире, но и ситуация в Риге, может быть, это тоже добавляет еще один определенный коронавирус местного значения, и это уже продолжается довольно долго, и если это все вместе сложить, то, конечно, вспоминая старую китайскую поговорку «Не дай Бог жить во время перемен», а перемены есть во всем нашей жизни, то вот мы сейчас как раз живем в этом периоде перемен. Если говорить, как мы это переживаем, ну, наверное, как все, во-первых, чисто психологически, это абсолютно новая ситуация в нашей жизни, в нашем мире. К этому мы, я думаю, в принципе, не были готовы, это пришло довольно неожиданно, но такое предприятие, как Рига-Смежи, ну, наверное, не может уйти куда-то на такой-то принужденный отдых или остановить работу. Все те дела, которые мы должны делать в Риге и за пределами города, они требуют постоянную работу, поэтому у нас нет ни одного часа простоя. Мы, как с первого дня, когда коронавирус появился, и все эти условия чрезвычайные с началом, прохождением и концом, и сейчас, мы, в принципе, работаем в таком своем повседневном режиме, ну, конечно, при этих условиях. И надо сказать, что мы справляемся теми задачами, ну, во-первых, рижане больше всего это видят, как выглядят сады и парки. Не было ни одного дня, начиная с начала года, чтобы мы там не работали, чтобы мы не заботились, чтобы они были в порядке, чтобы они цвели, были красивыми и радовали наших сограждан. Поэтому даже хочу сказать, что в этом году, по-моему, мы немножко даже прибавили. Цветов столько, сколько в этом году посадили, в других годах не было, но тут есть определенный умысел. Хочется, чтобы в эти, ну, определенные тяжелые времена была и какая-то радостная нота. Поэтому в парках у нас, я думаю, сколько можем, столько делаем, люди это видят. А если говорить о межопарксе, там тоже все происходит. Мы после окончания второго этапа строительства переняли уже на обслуживание. Сейчас ждем третий этап строительства. Ну, какие-то мероприятия даже проходят там, учитывая все эти условия наши. Ну, а в лесу, в лесу жизнь никогда не кончается. Какие бы ни были тут людские условия. Там и сажаем, и ухаживаем, и охраняем, и чистим, и вырубаем. Все так, как полагается. И надо сказать, что первые полугодия, если по цифрам, совсем коротко, то с плюсом кончили, и все работают, и все нормально. По порядку обо всем, да, еще успеем поговорить. Но что касается, кстати, рабочих мест, вот вам удалось пройти через этот сложный путь, эти сложные месяцы без потерь, без сокращений? Или вы, может, даже предоставляете? Сейчас, как известно, с работы тяжело. Ваше предприятие предоставляет рабочие места? Ну, начнем с того, что у нас никакого сокращения не было, никакой остановки. Я об этом уже сказал. То, что мы представляем какие-то дополнительные рабочие места, этого нет. Мы сохраняем тот коллектив и те рабочие, которые у нас есть. В какой-то момент даже мы обсуждали, может быть, нам перейти на какой-то украшенный режим работы, но оказалось, что это нам не надо, что мы работаем в обыкновенном нормальном режиме. И при том выполнении тех функций, которые на нас наложены, ну, в принципе, нам хватает рабочих сил, как сейчас есть. Правда, летом немножко, как всегда, традиционно взяли на работу школьников. Это у нас такая практика в парках. Ну, не скажем, что много, но там около 10 детей у нас в этом году тоже работали. Так что вот этот, можно сказать, плюс, но это больше по детской линии. В прошлом году, летом, если не ошибаюсь, еще вот до такого совсем глубокого кризиса Рижской думы уже сообщалось, что дотации из рижского бюджета на содержание садов и парков в Риге уменьшились наполовину, на полтора миллиона тогда, по-моему, речь шла. И, наверное, это без последствий все-таки не могло остаться. Ну, если немножко идти обратно в 2019 год, то после самого удачного в нашей истории предприятия 2018 года, когда рынок просто древесины был взорван, и там, наверное, Brexit сработал и какие-то еще условия, цены были прекрасные, объемы хорошие, то 2019 год уже начался, понятно, с кризисом в отрасли. Первое, что мы почувствовали, это был кризис отрасли, потому что, ну, наверное, и Великобритания свои рынки закрывала, и Китай, и так далее. Потом еще в середине Европы там определенные насекомые седали и ели, что, между прочим, продолжается, и это тоже испортило рынок. 2019 год прошел под знаком резких сокращений цен на древесину. Ну, и плюс к тому, конечно, начался кризис в городе, бюджетный кризис, и, конечно, мы недополучили половину от той дотации, которую нам по праву надо каждый год от Риги, чтобы парки и сады, и наши сквери цвели. Ну, учитывая хороший результат 2018 года, удалось, значит, нам все-таки 2019 год закрыть плюсом, но это было при очень большом напряжении, при очень интенсивной, ну, такой кропотливой работе. И надо сказать, что эти все тенденции продолжаются в этом году, плюс, ну, уже много раз упомянутый коронавирус, и все, что происходит глобально в рынках и так далее, рынок древесины не улучшился. Ну, по нашей линии, по крайней мере, стабилизировался, и еще хорошо, что у нас есть определенная диверсификация, мы не только кругляк продаем, продаем и переработанную древесину, и как раз в этом 2020 году проявилась, может быть, определенная в смысле наша дальновиденность, и получилось так, что лучшие прибыли, лучшие результаты у нас как раз по переработке древесины, потому что цены на преработанную древесину лучше, они немножко растут, и удается выровнять нашу экономическую ситуацию таким образом. Но 2019 год был очень тяжелый, конечно. Но вот а не в денежном эквиваленте, а в фактическом, вот если по деревьям, по кустам, по обслуживанию, благоустройству это сокращение сказалось как-то? Ну тут как раз есть, наверное, такое старое правило, что хорошему мастеру внешние условия не должны влиять на конечный результат. И 2019 год, хоть я и жалуюсь немножко на то, что он тяжелый, но именно в финансовом плане, но по результатам мы как раз выполнили все те поручения, те задания, те функции, которые на нас наложены, и те, которые пользуются этим, они это не почувствовали. Мы сумели это, так сказать, закрыть в своем дворе. Поэтому финансовая ситуация была тяжелая и по организации труда, но результаты были адекватными, такими, какие всегда они есть. Вот те проблемы, с которыми пришлось столкнуться, внешние, можно их так назвать, на них же жаловалась и Латвия с Валсмежи, которые на государственном уровне или сами заведуют. Это Brexit, потому что Великобритания один из главных, я так понимаю, рынков сбыта и климатические причины образования елового сухостоя, так называемого. Вы, получается, тоже с этим же столкнулись? Ну, все, которые имеют дело с лесом… На рижском уровне это тоже, я имею в виду, серьезно как бы отразилось. Ну, надо сказать так, пару слов о рижском уровне. Если мы смотрим город и черту города, то из тех лесов, которые в нашем предприятии, только 6% – это городской черте, ну, мы знаем, там, Битяне, Кишмерлис и так далее, да? А все остальное – это как раз за пределами города. И мы один из крупных владельцев леса Латвии, ну, правда, не такие, как латвийские государственные леса, это намного-намного больше. И тем не менее, у нас достаточно серьезное хозяйство. И, конечно, нас тоже, вот я уже сам упомянул, вы тоже повторили, все эти условия, которые были в мире, в глобальном рынке, и на Секоме, и Брексит, и так далее, они, конечно, ставили очень глубокий след и оставляют до сих пор. И я думаю, об этом чувствуют и даже не так уж большие собственники лесов Латвии, да? Это, в принципе, каким-то образом отражается на всю лесную отрасль Латвии. Ну, о датах поговорим, вот не с пустыми руками пришли, журнал, посвященный 12-летнему, 12-летней годовщине существования Рига Смежа, хотя, как мы уже выяснили, очень много дней рождений у Рига Смежа, получается, 12 лет – это такой фактически формально-юридический, да, назовем? Ну, да, так получается, что мы уже в 13-м году работы общества «Граничная ответственность Рига Смежи», но это значит, что мы, ну, такое коммерческое предприятие, да, до того я сам занималась в городе Риге агентура Рижские леса Рига Смежи, и это было больше такое чиновничное или муниципальное предприятие, то мы как раз коммерсанты, правда, со всеми теми, наверное, последствиями, что значит, когда ты принадлежишь 100% городу, мы публичное предприятие, но тем не менее мы больше коммерческое, и наша задача как можно лучше заботиться о том имуществе, которое когда-то было в Риге, а сейчас передано нашим предприятию, и чтобы город от этого получал, ну, свою выгоду, да, и это на протяжении всех этих лет последовательно выполняется, и вот, считаем так, закончился один срок, это 12 лет, а 12 цифра такая, которую мы часто встречаем, это и 12 месяцев в году, это и Южина, и так далее, да, и много у нас даже в этом журнальчике, что мы издали по этому поводу, там много описано в мире, где цифра 12 работает, ну, и мы считали, что 12, во-первых, достойная цифра, чтобы подвести черту, мы не считаем, что это наш какой-то юбилей или такой знак, день, который надо праздновать, но тем не менее, если говорить о работе, тут можно подвести черту, и я думаю, что это логично, потому что вот те выборы, которые предстоят в конце этого месяца в Риге, они, наверное, начнёт какой-то новый цикл, да, какой он будет, мы увидим, скорее всего, после выборов, но тем не менее, можно сегодня уже сказать, что так, как было, так уже тоже не будет, да, поэтому надо подвести итоги, надо всегда посмотреть назад, чтобы чётко знать, как идти вперёд. Но что является предметом вашей гордости за эти 12 лет? Что там вынесено вот на первой странице? Конечно, наша гордость на первой, на последней традиции вокруг нас – это лес, о котором наша главная забота, и я думаю, что мы работаем с нашим лесом как хороший такой честный, порядочный хозяин. И лес мы не только сохраняем, мы его добавляем, его богаче делаем, мы за ним ухаживаем, потому что лес в Латвии – это основной лес, за которым люди ухаживают, и те лесные угодья, которые в нашем распоряжении, в нашем предприятии, они тоже, большинство созданы руками людей, и поэтому то, что человек создал, он за это должен отвечать, и мы должны делать так, чтобы эти леса, как они били, так они должны бить, и чтобы они били как можно более качественные. И самое главное, что, может быть, можно сказать за эти 12 лет – мы были последовательны, мы были последовательны той задачей, которую предприятие получило при рождении. Задача была очень простая – это большое имущество, если оценивать деньги, то нашу страну капитал 115 миллионов евро, и это всё леса, и эти леса должны городу принести благо, это должно работать на тех людей, которые живут в этом городе. И, ну, видите, вначале было только леса, потом в 2010 году Межопаркс, уже наша зона ответственности, в 2012 году парки и сады, это и показывает, что наш менеджмент, наверное, был достоин, чтобы этими делами заниматься, и я думаю, что те финансовые ресурсы, которые имел город до того, и которые он сегодня имеет благодаря нашей работе, они тоже позволяют и Межопарксу, и садам-паркам быть такими, как они сегодня есть. И если посчитать, вот буквально последнее, сколько примерно получил город от нашей деятельности за это время, это примерно 25 миллионов евро, которые мы из своих доходов принесли в город через парки, через Межопаркс, и я думаю, что этому конца нет, и наоборот это может увеличиться, потому что мы развиваем наше производство, которое тоже было поставлено как задачу, мы должны получить как можно больше экономического эффекта от той древесины, которую мы имеем. Если вначале мы ее только продавали на корню, на аукционах и сами никаким образом не участвовали, то сегодня мы уже производим ассортимент, это кругляк, и дальше у нас есть производство, где мы производим сухую уже такую древесину, струженную, значит, древесину. Поэтому от этого тоже есть большой доход, и это все уходит в город. Глава Ригасмэжа, Айвар Стауринич у нас в гостях. Все, что касается рижских лесов, можете позвонить нам или написать сообщение в WhatsApp, 2306191, это WhatsApp для сообщений. Тема, которая последнее время волновала рижан и жителей межопарка, это называется облагораживанием в целом, но речь идет о вырубке. Вот такая громкая тема. В порядке заботы о соснах многолетних врубали клены достаточно так массово, и некоторые сосны там, вот как в соцсетях многие переживали, тоже попали под пилу. Но у большинства вопрос, почему был выбран именно такой подход, потому что подходов много, и активисты там принимали участие, которые считают, что не на благо сосен, то, что вот их очистят, и они будут там в одиночестве, без кленов, например. Ну, вы знаете, у нас по многим сферам жизни мы все очень хорошо знаем, что надо делать. Это и готовы любого учителя поучить, как надо детей учить, мы готовы иногда и врачам подсказать, как он должен, в принципе, нас лечить, и не говоря о торговле, и так далее, и так прочее. Если говорить о нашей отрасли, то, конечно, тут тоже много специалистов, в кавычках, которые видят то, что происходит, но, может быть, что было до этого и как будет дальше, не видят. И у нас есть масса таких примеров, и мы уже к этому привыкли, что когда начинаются какие-то действия, тогда сразу возникают и протесты против этого. Ну, очень яркий пример, когда-то на Даглова, там, среди домов была березовая роща, которая была, ну, скажем так, в очень плохом состоянии, потому что там деревья были очень близко к этому, они друг другу мешали. В общем, эта роща была, ну, как бы, ей надо было умереть, если ничего там не делать. Ну, когда мы взялись за эту рощу и начали приводить порядок, там, вплоть до того, что кто-то был готов привязать себя к этим березам, да, и протестовать, и всё это было очень плохо, но мы последовательно сделали то, что мы делаем, потому что всё, что мы делаем, это делают специалисты-профессионалы. У нас в нашем предприятии в отношении леса работают только одни профессионали, которые закончили высшее учебное заведение в Ялгове, которые имеют профессию лесник, которые знают, что делает лес, и кроме этого, кроме этих теоретических знаний, у них очень большой практический опыт жизни и работы. Поэтому эти люди очень хорошо знают, что они сегодня делают и как это будет выглядеть и жить дальше. И интересно было с этой рощи. Когда мы работы закончили, несмотря на громкие протесты, там были привлечены все, кого можно, да, прошёл год, когда люди видели, как эта роща начала оживлять, ожить, как она красиво выглядит, то следующее уже требование было, что через дорогу есть ещё одна роща, что её надо срочно тоже приводить в такой же порядок, как ту, которую мы делали в прошлом году. И это повторяется с объекта на объект, это тоже самое был бительник и так далее и так прочее. И то же самое происходит от Межипаркс. Всё, что мы делаем, мы делаем только по такому плану, который разработан, семь раз отмерен, потом утверждён на всех уровнях, который соответствует закону о лесе и так далее и так прочее. Это не просто так прийти с пилой и направо-налево махать. Мы действительно знаем, что мы там делаем. И поверьте, пройдут 2-3 года, и люди, которые сегодня больше всего кричат и громко говорят, что там всё уничтожено, последний клён, и там плохо для сосен и так далее. Да, что они вот без этих клёнов будут менее устойчивы. Есть такой аргумент. Всё будет хорошо. Посмотрите на такой чистый, правильный сосновый лес. Сколько там растёт лиственницы. Там, в принципе, с листами деревьев нет, потому что сосна, такое дерево, которое любит солнце, оно очень такая скромная, ей хватает песочком и так далее. Но вот это соседство с другими видами деревьев для чистого, красивого леса соснового, какой есть в Межапарксе, почему Межапаркс вообще такой родился, потому что там был очень красивый и хороший сосновый лес. И наша задача такого соснового леса сохранять и дать ему дальше жить. Вот и слушатель наш тут Николай достаточно резко написал, что раньше это были леса, теперь это остатки от леса в виде парка. Но если так немножко смягчить, то, в принципе, вопрос встаёт часто. Межапарк, он вот так называется, можно лесопарк на русский перевести, так всё-таки лес или парк? Это довольно разные концепции. Ну, всё-таки в названии заложено то, что Межапаркс – это лесной парк. И это не просто густой лес, непроходимый, и, конечно, такие леса тоже должны быть. У нас есть и такие обыкновенные леса, довольно заросшие, и есть такие специальные у нас природные парки, природные леса, которые сохраняются у нас, между прочим, примерно 20% от нашей территории, которые мы имеем в своём собственности, такие, где есть ограниченная или вообще запретная какая-то хозяйственная деятельность. Но Межапаркс – это Межапаркс, и за Межапарксом мы должны ухаживать. И, между прочим, вот много других деревьев, которые там не должно быть, появилось во время Советского Союза, когда в Межапарксе очень многие люди хотели что-то сами посадить. И мы против того, что происходит такое неконтрольное посаждение лесов или деревьев, потому что это всё должно быть строго соответственно тем, какой есть лес, и только то, что там должно быть, там должно быть. Поэтому я хочу только призывать и Николая, и всех остальных людей, кому волнует эта тема, что немножко будьте более доверчивы нам, в хорошем смысле. Мы знаем, что мы делаем, и наша цель – не просто вырубить, что-то испортить. Наоборот, мы хотим, чтобы для наших детей, для наших внуков Межапаркс был такой же красивый, как он для нас, и чтобы там все ценности, которые есть в лесу, в этом, чтобы они сохранялись и были больше. Это наша цель, только одна. Но вот я сейчас понимаю, какой сейчас этап? То есть было анонсировано, что осенью продолжатся, во-первых, вот эти работы, связанные с вырубкой. Кроме того, есть информация, что вырубка связана с планами по постройке смотровой башни, которая чуть ли не следующей зимой, этой точнее зимой, или следующей. Расскажите, в общем, речь на том, чтобы в Межапарке установить большую смотровую башню. Ну, по порядку, значит, первое, то, что мы будем продолжать работу в Межапарксе по приведению в порядок леса, это однозначно, потому что у нас есть утвержденный план на 10 лет, в соответствии которого мы последовательно будем этот план выполнять. И, конечно, ясно, что этот план невозможно сделать короткое время. Нам для этого нужно время, поэтому что это ресурсы, это очень, в принципе, дорогостроящая вещь, и если кому-то кажется, что там кто-то что-то может заработать, то я могу сказать, что то, что происходит в лесах города Риги, в основном это безвыигрышный, это только что-то из древесины небольшая компенсация получается. Но Межапаркс надо привести в порядок, и там 400 гектаров леса, и там очень много работы. Мы уже третий год работаем, но нам еще осталось много и много работы. Я думаю, когда закончится этот 10-летний период, придется, наверное, много что и начинать заново где-то что-то делать. Если насчет смотровой башни, о которой тоже есть отдельные люди, которые волнуются, но я могу сказать, что основная масса режимов, мы сделали несколько опросов, и мы знаем, что люди хотят, и вообще мы тоже знаем, что надо между паркси бить, то, конечно, такая смотровая башня, но не только башня, это будет связано с такой тропой, которая называется прогулка над вершинами деревьев. И эта тропа будет примерно километра, и только она будет завершаться этой башней. Самое высоко. Примерно 40 метров должна быть эта башня, чтобы появился очень красивый вид, и такой вид, который редко когда встречается, потому что Межапарк сдает возможность посмотреть на центр города, посмотреть на порт, посмотреть на Тиш-Азерс, и посмотреть на леса, на очень много интересных, хороших вещей, и даже на море. Поэтому это чисто эмоционально и красиво, люди всегда хотят этот вид с высоты птичьего полёта. И самое главное, о чём люди не должны волноваться, лес от этого не пострадает. Во-первых, сама конструкция, сама эта тропа и эта башня будет основным из дерева, и только столько, сколько необходим металла для того, чтобы эти конструкции были надёжными, и каждый мог ей пользоваться. И такой опыт сегодня, это не первый какой-то проект в мире. Эти башни строятся сейчас очень интенсивно в многих странах. Всё началось с Европы, с Германии, с Баварии. Потом это распространяется сейчас, такие башни уже в Канаде, на каких-то ещё Мадагаскаре и так далее. Это очень популярное такое движение. И я думаю, что Межопаркс, когда будет иметь эту башню, это будет одно из очень красивых таких мест, куда люди с удовольствием будут приходить. Притом там предусмотрено, что там никаких лифтов, там никаких подъёмников, там просто люди постепенно поднимаются на этом уровне 40 метров. И там даже такая наклонность, что на инвалидных колясках можно подняться. Есть очень много материала, очень много опыта из других стран, и я думаю, что Межопаркс только выиграет, если у нас это будет. Когда ожидать? Какие прогнозы? Прогнозы такие, что если не было бы пандемии, то может быть к этому времени, когда мы сейчас встречаемся у вас здесь в радиостудии, у нас был бы завершён проект. Но в связи с пандемией, те, которые выиграли конкурсы на проектирование, они тоже приостановили свою работу. Мы тоже очень осторожно работаем сейчас с инвестициями. Думаю, что следующий год, если всё будет так примерно, как сейчас, это год, когда будет проектирование, и где-то 22-й год, когда эта башня может быть готова. Потому что время строительства – это примерно 9 месяцев проектирование, строительство, плюс ещё какие-то вещи, ну вот так где-то лето 22-го года. А вот что касается городских активистов, вы так, конечно, немножко о них сказали, что в кавычках специалисты зачастую. Но если в межопарке ситуация действительно такая спорная, то ситуация с вырубкой деревьев в самом городе, кажется, выглядит более так. Вот это однозначно. И, как показывает практика, это действительно волнует рижан. Потому что, например, у нас есть организация «Общественный город для людей». Они в конце 2019 года проводили опрос, какие события рижане считают лучшими и худшими. И в лучших событиях больше всего проголосовали за посадку деревьев на терботас, а худшими назвали вырубку конкретно деревьев. И по цифрам у нас, конечно, тоже всё однозначно. Вот за 2019 год я не видел, за 2018 год 198 деревьев посадили, более 2000 спилили. Вот как вы видите этот вопрос, какова политика Рига-Смэжа, позиции по деревьям непосредственно в городе? Ну, во-первых, надо так, тут немножко надо разделить в сфере ответственности, потому что Рига-Смэжа отвечает за леса, которые в черте города, и за парки, и за скверы. И я могу сказать, что у нас баланс как раз положительный. Ну, могу назвать такую цифру, что в тех лесах, которые есть в черте города, растут где-то с 8 до 10 миллионов деревьев. Эту цифру редко кто называет, редко кто пользуется этой цифрой, но это правда. Если мы посчитаем все деревья, которые растут в городе, Риге, в лесах, за которыми мы отвечаем, то вот такая цифра. А в этих лесах, при том, когда мы ведём какую-то чистку, приведение порядок этих лесов, всегда и восстановление леса идёт. Это и Белобиттернека, это происходит и Межепаркс. Между прочим, в следующей неделе Межепаркс будет довольно широкое совещание с представителями общественности, зелёных и так далее. И мы покажем, как уже в этих освобождённых пространствах от вот этих кустов и тех деревьев, которые там не должны быть, появляются молодые сосенки. Их уже видно. И это и искусственно делается, и это происходит и таким естественным путём. Поэтому, если говорить о лесах, то баланс деревьев – это положительный. Если говорить о парках и скверах, то у нас тоже положительный баланс. Мы каждый год сажаем больше деревьев, чем какие-то старые деревья. Да, я понимаю, что в центре это ответственность, в первую очередь, Рижской думы, департаментов и комитетов, но вы каким-то образом всё-таки следите и принимаете ли участие? Мы принимаем участие именно в тех вещах или тех местах, за которыми мы отвечаем. И там положительный баланс. И это всегда так было и так будет. Вспомните только один маленький пример. Когда-то японское посольство подарило сакуры. И в Парке Победы есть эти сакуры. Так после этого подарка мы сами, никто нас не просил, ни Дума, ни какой-то департамент, решили, что каждый год мы будем пополнять, чтобы этот сакурный сад был всё больше и больше, и каждый год мы сождаем там от 10 до 15 сакур. Больше у нас не получается, потому что сакуры дорогие, они у нас не купишь, надо их привозить. И надо сказать, что это мы правильно начали делать, потому что некоторые сакуры из тех, посаженных тогда японцами, они, к сожалению, не ушли. И это наше пополнение с положительным балансом опять, но тем не менее, если бы мы это не делали, то у нас просто сакурный этот сад стал с каждым годом немножко меньше. Поэтому это относится не только к сакурам, это только такой пример. Всё то, что мы делаем в своих парках, садах и лесах, там положительный баланс, то, что происходит на новых каких-то строительных участках. На улицах. На улицах. Это вопрос, конечно, крышкой думы. У нас довольно раздробленное хозяйство, зелёное, я так думаю, в Риге, у нас довольно много ответственных. Если бы меня кто-то спросил, я бы сказал, что надо, как можно концентрировать в одних руках это, потому что когда это в одних руках, тогда нет этих ведомственных барьеров, нет бюрократии. Вот этот метр мой, тот метр не мой, тут я косить буду, тут я сажать не буду. В таком явлении, как город, это должно более едино быть. Это мой взгляд такой. Главарь Гасмеша, Эвер Стаурович у нас в гостях, давайте звонок примем, наушники, вот наденьте. Да, добрый день. Добрый день. Пожалуйста. Я очень порадовался, что очень значительный и добросовестный хозяин Риз Гасмеша. У меня вопрос. В Сунише месяца два назад в лесу велась коммерческая разработка. Потом после этого лес превратился. Должен кто-то убрать эти сучья? После болезни, когда превращали в щепу, минимум 10% щепы осталось на дорожках этого леса. Должен это кто-то убирать или это так? Да. Спасибо. Спасибо. Ну, скажем так, там где лес рубится, там и эти щепы летят, наверное, так можно сказать, да? Да, да. Конечно, мы бы хотели, чтобы вы немножко подождали, да? После выработки леса всегда есть какой-то период, когда этот лес немножко выглядит, ну, неприятно. Нам самим это не очень нравится, да? Но поверьте, во-первых, мы постараемся и всегда это делаем, убираем всё, что после разработки надо убираться. Какая-то часть этих остатков остаётся в лесу, это делается и специально, чтобы просто не уйти весь минеральный, так сказать, удобрение всё из леса, да? Что-то надо лесу оставлять. Но, конечно, это всё должно быть так, чтобы нам самим, как владельцам этого леса и тем людям, к которым наш лес приходит, а все наши леса публичные, да, чтобы лес, в конце концов, нас радовал. И поверьте, через год-два, во-первых, там и сама обстановка будет совсем другая. Когда мы посадим новый лес через лет 3, 6, 9, 12, вы не узнаете, и вам будет радостно смотреть на этот новый лес, который там растёт. Растёт всё, это будет хорошо. Мы это знаем, потому что мы довольно интенсивно занимаемся разработкой леса и знаем, что после нас остаётся. Мы вам можем показать все предыдущие работы и всё там более-менее в порядке. Смежный вопрос в WhatsApp у нас. Куда обращаться, если у соседей на участке в Риге растёт красивая, большая, около 10 метров ель? Сосед решил от неё избавиться, стал её травить. Мы с соседями говорили, чтобы он этого не делал, но, увы, спустя время стало видно, что ель умирает. Это латгальское предместие. Ну, есть комиссия при Рижской доме, которая рассматривает все эти вопросы по деревьям. Что разрешается вырубить, как надо ухаживать. Я думаю, что надо обращаться в департамент окружающей среды. Там чётко скажут, кто за это ответственный, кто должен там прийти и посмотреть, что происходит. Не могу вас не спросить, тоже, может быть, напрямую ваша ответственность, но ситуация вокруг бывшего велотрека «Марс» огромным скандалом обернулась. У нас в городе активисты, многие сочувствующие выступают за сохранение, собственно, парка с многолетними, столетними вековыми деревьями. Государство считает, что никаких вопросов нет. Службе госбезопасности нужно здание. Какую позицию занимает Рига Смежи? Ну, скажем так, у нас нет официальной позиции по этому вопросу, потому что нам просто нет необходимости иметь такую позицию. Но у нас есть наша гражданская, наверное, ответственность. И я в этой ситуации не могу сказать за все Рыжки и Лиса, я могу сказать за себя. Я думаю, что немножко странно это всё выглядит, выбор места для настолько важного здания. Ну, я не специалист, я только Джеймс Бонд смотрю и кое-какие другие вещи. Обычно все эти службы куда-то скрываются, где-то залезают так, что особенно их не видно. Ну, может быть, М6 в центре Лондона, скажем, это исторический. А если смотреть с точки зрения города, то каждый зелёный островок. Если даже там растёт 10-15 деревьев, если там можно поставить 5 скамеек, где просто людям остановиться, посидеть, отдохнуть, это большое благо. Если в Риге на этих наших квадратных километрах и нет другого места, где можно на этом треугольнике поставить этот Пентагон или как его там, Тертагон или не знаю, называть, то, конечно, нет. Не хочу, чтобы службы безопасности сказали, чем он там занимается. И опять ещё появился один профессионал, который знает, куда здание поставить. Я действительно не знаю, может быть, там есть большое основание, но если там возможность, есть хоть малейшее, сохранить вот эту зелёную зону, а ещё лучше, если там можно восстановить этот трек. А я учился в 45-й средней школе, я видел, как этот трек работает, когда я был мальчиком, проезжая мимо на трамвае, там всегда были какие-то тренировки. И мне казалось даже один момент, что это, может быть, интересный вид спорта, может быть, попробовать. Ну, так я до этого не дорос. По-моему, вот если восстановить трек, если там оставить зелёную зону, это было бы супер. Если безопасность выше, и, наверное, выше, ну, тогда пусть решают те, которые за это отвечают. Интересно. А вот как происходит сотрудничество, и происходят ли они с соседними, вот примыкающими к Риге самоуправлениями? Потому что, опять же, насколько я понимаю, происходит часто так, что в Риге ты не можешь самовольно ничего вырубать, естественно, а у соседей действуют другие законы. Вот, например, были истории из Иманты, которые граничат с Бабицким краем, где вот лес подвергся там вырубке. Вы как-то можете влиять, следить за этим, или это их территория, и там другие законы? Нет, ну, мы только можем говорить и отвечать, и работать в тех лесах, которые принадлежат нам. Но вы затронули очень интересную тему для рижских лесов, потому что наше имущество находится вокруг Риги, почти во всех этих уездах. Торбинский край и все другие. Там, начиная с Царниковой, и дальше Бабитой, и с другой стороны, и потом Гаркалнестой, Руапожий. Везде, где не море. Фуагра и так далее, да, это у нас сплошные отношения. И вот как вы выстраиваете эти отношения? Ну, надо сказать так, что это большая часть нашей работы, потому что, с одной стороны, мы являемся очень важным составом вот этих всех уездов, потому что мы собственники, мы платим там налоги, и многие люди, ну, не многие, но люди из этих областей тоже у нас работают. Ну, в первую очередь, мы просто часть этого уезда, да, своим имуществом. С другой стороны, конечно, эти уезды немножко так смотрят. Ну, Рига смежная, ну, значит, городские какие-то такое предприятия из Риги, в нашем уезде, что они здесь делают, и почему это не наши леса, почему это их нет. Тоже такое бывает. Но надо сказать так, что в основном мы с руководством всех этих околорижских уездов давно нашли общий язык. Мы всегда стараемся учитывать те нужды, которые есть у них, то, что хотят их люди. Иногда мы перестраиваем свои планы по вырубке, по другим вопросам. Очень много к нам приходит по сервитутным вопросам. Пожалуйста, нам надо попасть к нашу дому, но только через ваш лес и так далее. Есть вопросы, которые даже по кладбищам мы решаем. Вот, например, Огры, уже это 10 лет назад мы помогли Огры с вопросом кладбища. И сейчас такой вопрос, а даже и стопени. Мы живём с ними в руку в руку. Я сейчас, правда, наблюдаю за эту реформу территориальную. Кстати, тоже можете прокомментировать. Ну, могу сказать так, что с одной стороны нам должно быть жизнью легче стать, потому что будет меньше тех фигурантов, с которыми нам надо сотрудничать и находить общий язык. Хоть с другой стороны мне немножко жалко, если это затрагивается около Риги, поскольку они все очень сильные уезды. Там хорошее хозяйство, они богатые, да, они умеют вести своё хозяйство. Поэтому такое двоякое отношение. Но я опять не хочу быть специалистом в этих вопросах. Как будет, так будет. Но такую выгоду, если положительно, то, наверное, меньше потребуется визитов, меньше разговоров с начальствами и представителями этих уездов. Ага, вот эта вот традиционная ситуация с Рождеством предновогодним периодом, когда разрешается в государственных лесах вырубить одну ёлочку, которая многим, на самом деле, это положение дел кажется тоже таким довольно варварским, честно говоря, несмотря на то, что по цифрам вроде как никакого вреда не наносится. Но часто сталкиваетесь с тем, что человек же не видит на каждом дереве табличку и вырубает в рижских лесах? Ну, это абсолютно, как вы правильно говорите, традиционный вопрос, традиционная ситуация. Ну, учитывая то, что мы под Ригой, и все наши леса имеют огромное давление, это урбанское давление с города и от тех людей, которые живут под Ригой. И кроме того, в наших лесах доминирует сосна, 70% из всех деревьев, которые в наших лесах, это сосна, и только 12 ель, и у нас нет таких молодых посажений ели, их вообще относительно мало, то мы запрещаем в наших лесах прийти и взять на Новый год или на Рождество ёлочку. И я много раз это рассказывал, и действительно в моей жизни был такой момент, когда я специально прошёл 5 километров по этой ободной дороге Риги, да, и я за эти 5 километров увидел очень много ёлочек на опушке леса, и все они били без макушки. Это значит, что когда-то кто-то эту макушку забрал, да, и если мы хотим, чтобы наши леса там, где ели, били без макушек, тогда, конечно, люди могли бы приходить и рубить, но мы последовательно и бесповоротно будем всегда говорить, пожалуйста, при Рижских лесах не надо ёлочки трогать. Если хотите, идите на рынок, если хотите горшок или какие-то другие варианты. Искусственная ёлка, вполне себе экологичный вариант. А то, что узнать Рига, смежный Рига, смежный, у каждого квартала есть табличка, где чётко написано, и всегда есть так, если человек хочет узнать, где он находится, он это может узнать. Сегодня, притом телефоны у всех, заходишь к маме в гугле или на картах, и всё, ты видишь, что кому принадлежит. Ещё звонок сейчас примем. Добрый день. Добрый день. Вот вашему гостю такой вопрос. Вот была сделана детальная планировка в районе, сейчас я скажу, территории Ацераукса, Падурес, Казданга, Бешимойзе, Грави, да. В течение двух лет сделали детальную планировку, на этой детальной планировке есть зона отдыха, то есть парк. И уходит ли, как у вас планируется, и когда планируется строительство, и подчиняетесь ли вы майоклю, он видит департаменту. А такой район, ещё раз, район, не расслышали. Алло. Какой район? О каком районе идёт речь? Это район будет Южного моста, это будет территория Ацерауксс, Падурес, Казданга и Бешимойзе, Грави. Это район Южного моста. Понятно, спасибо. Ну, надо сказать так, что всё, что происходит в городе Риге, в административной территории, по какому-то новому планированию, по какой-то застройке или даже благоустройству какого-то места, это, конечно, майоклювитс департамент. Мы только исполнительны какой-то, ну, когда уже конкретная задача есть. Скорее всего, что всё-таки ответ не у нас, а надо идти в этот департамент. Спасибо. Ну, вот из менее приятного, может быть, и неудобного, журналисты порой всё-таки про Рига Смэжи и в каком-то менее хорошем ключе повествуют. В апреле прошлого года сообщалось, что Рига Смэжи без конкурса сдала в аренду болото, Рустужское болото, и что якобы компания, вот эта вот Сфагнум, которая взяла в аренду это болото, она вот с сомнительными бизнесменами в правлении, и конкурса не было, вот как, можете покромиссировать эту ситуацию, как так вышло? Вышло, ничего не вышло, всё было, в принципе, так, как должно быть, это лет семь, по-моему, или даже восемь уже назад. Тогда вообще у нас не было никаких планов сдачи в аренду такой болото. Это ещё в советское время было признано как неперспективное, но появилась компания, которая написала заявление о том, что они хотели бы попробовать, попробовать, это значит, оформить все те процедуры, которые надо пройти, чтобы получить разрешение на промышленную добычу торфа. И законодательство абсолютно не требует проведения таких ситуаций конкурса, при том было ясно, что есть только одна компания, которая это интересует, ну и мы дали им возможность, так сказать, поиграться, да, если так можно в кавичках сказать. И надо сказать, что они до сих пор играются, да. И я всегда смотрю с удовольствием на этот процесс, потому что они нам платят аренную плату за ту территорию, которой они сейчас занимаются. пока они не продвинулись, по-моему, не особенно к тому, что они что-то когда-нибудь там будут иметь в виде торфа. Если все показатели по природным ресурсам и так далее, которые не позволяют им этот торф добывать, окажутся правильными, тогда это всё закончится тем, что там это болото будет. Если при такой серьёзной работе, чтобы получить это разрешение, этот паспорт, но выработка этого торфяного торфяного болота его не получит, значит, тогда будет экономическая выгода. Сегодня идёт в наших, как говорится, в сфере влияния определённая борьба за то, чтобы или будет там эта выработка, или останется как болото. Мы в этой ситуации получаем аренную плату. Я считаю, что Рига Смежи в этом плане очень хорошо себя чувствует. А что относится к личностям, которые там кто-то нашёл, что через какие-то схемы, связи, там кто-то с кем-то связан, вы знаете, мы занимаемся лесами. Нам очень трудно вести по каждому вопросу о такие заявления о каких-то арендах. У нас, между прочим, где-то 300-400 договоров по аренде нашей территории, выяснить, кто кому родственник или кто через какие-то предприятия с кем-то связан, это точно не наша задача. Я рад, что журналисты это находят. Если ещё раз появится вот эта фирма, которая взяла этот болото в аренду и попросит что-то ещё, тогда мы, конечно, ещё посмотрим их через эту призму. Спасибо большое. Время подошло к концу. Наша глава предприятия «Рига Смэж» Айвар Стауринж был в развороте, и Андрей Лешкевич. Всего доброго и до свидания. Спасибо за внимание. До свидания. На одной волне с городом. Радио. Болтком.